Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Утро на Болткоме. Еще раз всем здравствуйте. Продолжается утро на Болткоме. Мы на Болткоме следим, конечно, за темами, которые поднимают наши коллеги, в том числе в печатной прессе. И вот наши коллеги из МК Латвии действительно обратили внимание на очень, мне кажется, такую актуальную, важную проблему. Мы видим, что рестораторы чуть-чуть вздохнули свободнее, когда разрешили, вот, по-моему, начались послабления, разрешили на улице выносить столики, каве, так называемые террасы. Вот бывает, что по городу идешь и буквально приходится по улице лавировать между столами, между жующими, там, выпивающими, отдыхающими. Ну, и, конечно, возникают спорные ситуации. Спорные ситуации в том, что разные люди хотят как можно дольше посидеть, насладиться вот этими возможностями, пообщаться на свежем воздухе, попить, поесть. А в свою очередь рестораторы, конечно, хотели бы, чтобы побыстрее происходил оборот за столами. И для того, чтобы просто понятно, что осенью неизвестно, что будет, хотя бы получить какую-то прибыль и получить оборот. Вот возникают из-за этого спорные ситуации. И вот мы хотели эти ситуации сегодня обсудить. Обсудить вместе с адвокатом Андреем Адамсонсом и владельцем ресторана Армении Артемом Асатрианом. Здравствуйте, уважаемые гости. Доброе утро. Доброе утро. Что ж, приступим. Будем обсуждать, я думаю, такие приходящие в голову потенциальные конфликтные ситуации. И спросим вашего мнения. Ну, во-первых, профессиональная и личная оценка. И, может быть, какая-то история придет в голову, связанная с этим. Ну, самое актуальное, что первое, о чем хочется спросить, требования КУАР-тестов и прочих вот этих сертификатов. Артем, начнем с вас. Потенциально, ну, мы чувствуем в этом потенциально конфликтную ситуацию. То есть ты приходишь, у тебя что-то там на входе спрашивают, ты не хочешь отвечать, ты там в грубой или не грубой форме посылаешь, потому что ты хочешь поесть, ты хочешь попить. Были ли такие случаи, как реагируют рестораторы, как реагируют работники ресторанов? У нас, кстати, вот было, когда вот очень было жарко, 36 градусов, были люди, которые хотели посидеть внутри. Я удивлялся этому, как бы. И сразу люди заходили со своим QR-кодом, и мы проверяли, никаких проблем не было, все как бы готовы. И гости достаточно хорошо реагируют на это. Просто иногда вот был банкет, допустим, люди говорят, у нас там из 10 человек 8 с QR-кодом, 2 нет. Можно? Я говорю, ну, к сожалению, нет. И таких прямо острых реакций пока что не было. Все как бы нормально реагируют, все понимают, что это закон, ну, как бы надо его соблюдать. Простите, вот ситуация, вот, например, день назад, когда хлынул ливень, вот сидела компания за столиками, вдруг хлынул ливень, бросаются, просятся внутрь, но, предположим, не у всех есть QR-код. Вы знаете, к счастью, вот мы про это думали, что будем делать, пока что такой проблемы не было. У нас, как бы, терраса крытая, и у нас, если там ливень как бы боковой, скажем так, то мы максимальные столы ставим в середину, но вот у нас как раз-таки был пару дней ливень, и никаких проблем не было, народ, наоборот, как бы укрывался на террасе, не в помещении, а на террасе. Хорошо. Потому что вот таких проблем не было. Сейчас же ограничение по количеству столов на террасах, и поэтому, как бы, у нас там терраса, допустим, рассчитана на 60 человек, а там сидит 25. Ну, тогда место, конечно, есть и подвинуться, и спрятаться от дождя. Да. Андрей, на ваш профессиональный взгляд, вот, как реагировать, если кто-то не согласен с требованием показать QR-код и сертификат, начинает апеллировать к той самой директиве GDPR о защите данных и качать права? Ну, я все-таки надеюсь, я, наверное, соглашусь с Артемом, я надеюсь, что у нас народ более понимающий, чтобы не вступать в какие-то конфликты. Но с профессиональной точки зрения здесь все просто. Есть правила, как уже сказал предыдущий, скажем так, оратор, да, есть определенные правила, эти правила надо соблюдать, соответственно, у любого кафе, ресторана есть право не пускать. Соответственно, если кто-то начинает качать права, то это нарушение порядка, называется полиция самоуправления, и, соответственно, это все решается, ну, скажем так, уже правовым методом. Вот и все. То есть, ну, естественно, сам ресторан не имеет права конфликтовать или физически как-то там воздействовать на своего клиента и так далее. То есть эти вопросы решаются цивилизованной страниц цивилизованным способом. Хорошо, переходим к другой ситуации, смоделируем такую. Ну, скажем, я вдвоем, втроем, неважно, сколько сижу, а мы сделали заказ, мы доели, мы допили, мы даже расплатились. Но еще какое-то время продолжаем занимать место за столиком. Есть... Ну, Олег начал с этого, что сейчас, в общем-то, пропускная способность такая, какая она есть, и хочется оборачивать посетителей быстрее и быстрее и быстрее. Артем, через сколько приблизительно минут наступает момент, когда мое присутствие и компания, доевший, допивший, расплатившийся, начинает мешать и откровенно бесить и мешать бизнесу? И когда уже начинаются намеки, мол, ребята, большое спасибо, но не пора ли вам освободить столик для следующей компании? А вы знаете, у меня был реальный пример, ну, я сам как бы, так как я часто хочу, как посетитель, я не люблю вот эти все навязывания, типа, если я покушал, там, заплатил, уходи. Но есть такие неписанные правила официантов, когда со стола все убирается, ну, там, приборы, ну, то есть уже как бы чистый стол, то есть у человека это как бы вызывает чувство пустого стола, и он выходит, я так один раз, когда только ресторан открыли 12 лет назад, я решил помочь официантам, столик просто покушал, я его, ну, они еще как бы собирались дальше сидеть, я его убрал, почистил, и мне официанты как бы сказали, типа, так не делай, потому что это как бы намек, что ты как бы, ну, красиво выгоняешь. После этого, естественно, я так не делал, но такого как бы, что правила нет, ну, за границей, допустим, есть, или в Юрмале, есть там, у нас был в Юрмале ресторан, там сразу говоришь, у вас там столик на два часа. И хорошие как бы гости, которые понимают, они как бы это, ну, оценивают. А так, чтобы сказать, покушал, уходи, ну, наверное, очень редко так случается, что люди еще сидят час или там 20 минут, ну, как бы, все-таки, так как Рига город маленький, ну, вообще, страна сам по себе, что гость может сегодня посидеть, покушать там, допустим, там, салатик и там попить кофе, завтра может заказать банкет. И все очень, так как сфера обслуживания, от слова, как бы, я считаю, слуга, то есть ты должен услужливать гостю, и не знаешь никогда, как это обернется тебе. Поэтому, ну, в Риге я не сталкивался с такими проблемами, что приходилось, скажем так, мягко говоря, выгонять кого-то. Ну, это что касается именно вашего заведения. Андрей, ну, вот та же самая ситуация. Если подходит в другом, не у Артема, а работник, представитель стафа, и мягко или не мягко намекает или прямо говорит, ребята, ну, имейте совесть. Там стоят люди, ждут. Да, не надо наглеть. Как реагировать? Ну, да, давайте, как, наверное, правильно. Территория любого, ну, практически любого кафе или ресторана, это частная территория. Заходя на нее, вы должны, конечно, соблюдать те правила, которые там есть. Если в доступном каком-то доступе нет информации о том, сколько ты можешь сидеть, то я вам могу прямо ответить на ваш вопрос. Вы можете находиться только, сколько хотите, в принципе. То есть никаких правил, законов, распоряжений о том, что ты должен, допустим, покушать и уйти, такого нет. Соответственно, ты можешь заказать и свой чай пить весь день, например. По большому счету, кафе или ресторан не имеет права тебя физически прогнать. Есть только вот один нюанс. Да, вот как сказал Артем, правильно сказал. То есть перед оказанием услуги потребитель должен быть оповещен. Конечно, в идеале это должна быть какая-то табличка, может быть, какое-то оповещение где-то на видном месте о том, что, скажем, в сегодняшней ситуации, как Олег сказал, что когда нужен оборот клиентов, в этом случае кафе, наверное, вынуждены вводить какие-то правила новые для того, чтобы указать. Например, столик может быть занят не более чем на час. Если потребитель об этом был предупрежден, то он обязан этому подчиниться, потому что, заходя в кафе и увидев это правило, он его акцептирует автоматом. Соответственно, если ему устно сказали, то, понятно, вот это устно ты никогда не докажешь о том, что это так было. Опять же, надеяться надо на какую-то логику и, может быть, какую-то разумность клиента, который не будет весь день просто так сидеть в кафе, чтобы его заставило это делать, скажем так. Вот так правил никаких нет. Еще, наверное, одна такая спорная ситуация, когда один человек может расположиться за столиком, который рассчитан на четыре стула, просто вот он занимает этот стол, хотя, может быть, рядом свободен столик на двоих. И вот что делать в этой ситуации, может ли действительно администрация заведения попросить пересесть за другой столик? Может быть, он хуже расположен, может быть, у человека много сумок, он хотел их просто разложить на сидениях, ему это не очень удобно. Но, тем не менее, вот рядом стоит в очереди еще одна компания, как раз из четырех человек, и тогда получается, что для них нет места. Знаете, мы с такой проблемой, к счастью, редко сталкивались, но тут, я называю, это игра слов. Всегда как бы можно, если, допустим, ты видишь, что есть большая компания, которая хочет посидеть, и есть человек, который сидит за большим столиком один, ну, всегда можно договориться, предложить ему другой столик, если ему он не нравится. Никто не откажется от десерта в виде комплимента или какой-то скидки. У нас такие случаи были много раз, но, к счастью, не так часто они случаются. Но в большинстве случаев реакция была достаточно хорошая. В Двирмале, я говорю, было таких проблем почти каждый выходной, когда летом особенно было. Но в рижском ресторане все проблемы решаются путем переговоров и общения, потому что все люди все понимают, основная часть аудитории. Но есть, которые не понимают, угощаешь десертом, как-то говоришь, извините, вот там скидочка или кофе бесплатно, комплимент. Ну, то есть все равно ты не упускаешь ни гостей, тех, которые стоят в очереди, и, соответственно, ты как бы пытаешься не обидеть гостя, который сидит и пьет кофе. Самое главное, это как бы игра слов, я так это называю, но... Это уже сфера гостеприимства, ты должен как бы... По сути, это твой гость. Ты же дома гостя не можешь выгнать? Ну, уф-ф-ф. Иногда бывает, что начинают хозяева посматривать на часы, так это многозначительно. Я не хотел бы односложно отвечать на ваш вопрос. Тоже разные ситуации бывают, которые регулируют... Да, кстати, про регулирование различных ситуаций адвокат Андрей Адамсон. А если меня пытаются пересадить в другой столик, и мне это не нравится, опять же, имею ли я право качать права, извините за татологию? В этой ситуации имеете право, то есть если вы зашли и заняли свободно место сами, ну, то есть если ресторатор вам разрешил занять место, вы зашли, свободно заняли место, то принудительно вас перемещать куда-либо он не может. Сразу доставать свисток, звать полицию? Нет, я думаю, что нет. Я думаю, что он этого делать не может, но давайте смотреть, не будем смотреть на какие-то перегибы. Вот как Олег сказал, что если человек зайдет с баулами, например, и заставит половину ресторана, ну, например, какими-нибудь сумками огромными, которые, например, плохо пахнут, ну, просто пример приведу, такие перегибы, да, то, естественно, то можно вызывать полицию в том числе для того, чтобы... Потому что это уже будет нарушением общественного порядка, да, то есть это будет вне каких-то норм поведения. Но если человек зашел, занял столик даже, допустим, на 10 человек, ему это было разрешено сделать изначально, то в этом случае никто физически там заставлять его пересаживаться и не имеет никакого права. Обычно, я знаю, что рестораны решают этот вопрос потока клиентов очень просто. Они смотрят количество, они всегда спрашивают, обратите внимание, сколько людей будет? Один, два, пять, да, то есть если приходит один, у него всегда спрашивают в нормальном, скажем так, кафе, в ресторане, сколько вас будет? Если вас будет пять, пожалуйста, вот вам столик на пятерых человек. Соответственно, то есть если никто не пришел, и вы остались один, то попросить вас переместиться куда-то уже это будет вне какого-то закона. Ну, то есть нужно договариваться. Хорошо. У нас очень разрываются телефоны, мы забыли, что сказали. 612-93-9, 612-13-93-9, доброе утро, пожалуйста. Доброе утро. Доброе. Знаете, я хотел бы ремарочку одну сделать. Это, конечно, очень интересно рассказывать про права там, но надо быть очень смелым и здоровым человеком, и небрезгливым, чтобы начать качать права в ресторане, пока вы еще не поели. Если вас не интересует, что вам принесут с кухни, тогда вы вполне можете начать это делать. Вот и все. Да. Спасибо за ремарку. Мы, конечно, верим в лучшее в людях и в наших рестораторов. Есть еще несколько минут, пара ситуаций. Жизнь не стоит на месте. Кто-то из вас только что сказал, что правила меняются. И, в общем-то, в нынешнем латвийском обществе все больше любят, скажем так, домашних животных, конкретно собак. Ну, вот, опять же, прихожу я или хочу я прийти с собакой где-то пообедать. Что допустимо, что недопустимо. На террасах, да, мы говорим. И внутри. А, и внутри. А вот у меня есть сертификат. Я человек с QR-кодом. Правда, без собаки, но предположим, что у меня она есть. Вот ее величина, намордник, ненамордник, сумка, не сумка. Артем, Андрей, ваше мнение? Ситуации наверняка же возникают сплошь и рядом. У нас с животными приходили, приходят и в помещение, и на террасу. Ну, зависит от размера собаки. В принципе, если у нас помещение позволяет, можешь, допустим, если большая собака, то ее как бы отделяешь, и люди садятся. Допустим, у нас был один как бы смешной и не очень смешной случай в юрмальском ресторане. Там мой компаньон категорически был против животных, и пришли гости с маленькой собачкой, по-моему, Чехпахуа была. И мы попросили их как бы уйти, ну, собачку увидеть. И они начали возникать, что это собака гражданина Америки, что мы выдворяем гражданина Америки и будет звонить в посольство. Я, честно скажу, растерялся. Они позвонили в полицию. Я думаю, что там на той стороне тоже растерялись. Естественно, полиция не приехала, собачка-бедняга еще больше испугалась от шума. Но гости в итоге собачку посадили в машину, покушали. Естественно, мы уехали недовольны, потому что владелец животного всегда считает, что его животное – это как бы… Член семьи. Член семьи, да. Ну, я не знаю, с точки зрения закона, но есть правила, всегда подстраиваешься максимально под то, чтобы гость в итоге не ушел недовольный. Ну, это да, но, тем не менее, есть же какие-то, в том числе, и санитарные нормы. Не могут животные просто так ходить, например, по столам или там сидеть на стуле и так далее? Ну, нет такого прямого, что пока за 12 лет работы у нас не было. Были разного размера собаки. Был даже один раз незрячий пришел с собакой, большой достаточно, ну, который поводырит, да, называется. Да-да-да. И, ну, как бы, она была достаточно большая собака, но они сидели, как бы, мы посадили в отдельном зале, чтобы, ну, дети там за столом не пугались. Ну, мало ли, всякое бывает. Ну, всегда смотришь, как бы, по ситуации, скажем так. А как? Такой вы дипломат, Артем, а все-таки любую ситуацию как будто. Андрей, с точки зрения законности нахождения домашних животных вместе с хозяевами в местах общепита? Ну, здесь опять все достаточно просто. Частная территория, если ресторан изначально разрешает зайти с собакой, там, с кошкой, неважно, размер, нигде это не регулируется. С точки зрения закона регулируется только опасность собаки. То есть есть собаки, которые признаны опасными, их специально есть у нас служба, которая специально, скажем, может собаку признать опасной. Такую собаку в общественных местах надо только на поводке и только в наморднике. Все остальные собаки, насколько мне известно, в публичных местах, за исключением некоторых правил, например, Юрмальские пляжи, там, еще, может, какие-то самоуправления, такие правила. Но в Риге таких правил, насколько мне известно, нет. То есть в общественных местах собака может находиться. Размеры никак не определены. Тут, как я сказал, вопрос опасности только. То есть, с одной стороны, поводок, намордник или сумка, ну, как, в общем-то, то, что сказано в правилах, нужно соблюдать. С другой стороны, частная территория, хочу пускаю, хочу не пускаю. Абсолютно верно. А если ресторатор говорит о том, что у нас с собаками нельзя, то вы не можете зайти на территорию кафе или ресторана, вы можете обижаться, как сказал Артем, это потеря клиентов. Клиенты с собаками, они иногда бывают действительно очень интересные, потому что они действительно... Ну, я тоже часто сталкиваюсь с тем, что ко мне, например, на встречу, как к адвокату, приходят с собакой, например. То есть, в переговорную, в офис сидит эта собака, она нас смотрит или там бегает и так далее. То есть, ну, у меня запрета такого нету, но, тем не менее, всё-таки это тоже, ну, мне кажется, что это достаточно странно. Но определённое мнение о человеке складывается, да, при всей любви к животному. Ну, во мнении, да. С другой стороны, я понимаю, что иногда бывают ситуации, когда негде оставить, как и ребёнка. То есть, точно так же ко мне приходят с ребёнком, с маленьким, да. Но, к сожалению, приходится как-то под это подстраиваться, да. Просто иногда негде оставить, потому что собака... И вот эти маленькие собаки, как я слышал, они как маленькие дети, там, плачут дома и так далее. Они там... То есть, это даже не собака, а как член семьи какой-то. Там, к сожалению, показывают, что время истекло. Хотя очень много и звонков, я вижу. Может быть, стоит как-то продолжить даже... Прекрасно провели время. Огромное спасибо адвокату Андрею Адамсону и владельцу ресторана Армении Артёму Сатряну. Мы разобрали часть таких потенциально конфликтных ситуаций, связанных с общепитом и современными реалиями, требованиями. Огромное спасибо вам. Хорошего дня. Спасибо за это. Что ж, мы продолжаем небольшая пауза, после которой поговорим о тенденциях в мире татуировок. Радио Болткома Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова